Друзья, привет! Всемирная организация здравоохранения буквально ошарашила своими заявлениями. И это касается каждого, действительно каждого. Расскажу вам сегодня про то, до чего же довели людей. Ролик будет насыщенный, интересный, так что досмотрите до конца. Начнем мы с новости, от которой опешили не только все россияне, но а также люди по всему миру. Друзья, тотальный контроль и мировое господство это уже не просто слова, знаете, из каких-то страшилок. Это, друзья мои, сейчас происходит на наших глазах. 29 ноября вторая чрезвычайная сессия Всемирной организации здравоохранения начала свою работу. И на ней рассматриваются возможности принятия специальной конвенции по ответу на пандемию, или так называемое пандемическое соглашение. И, друзья мои, а страшное знаете в чем? В этих документах предлагается единоличное право Всемирной организации здравоохранения объявлять о наступлении очередной пандемии, отмена верховенства прав человека при наступлении пандемических режимов, радикальное ограничение прав профсоюзов, наделение НКО и иных неопределенных структур правом наравне с государствами участвовать в восстановлении международных законов, обязанность стран запрашивать внешнюю помощь в случае, если они не справляются с пандемией своими силами. Всемирная организация здравоохранения претендует фактически на мировое господство. Сказали они, объявляем пандемию и все. Все, получается, должны слушать одну организацию. Это, друзья мои, не сказки никакие. Это та реальность, в которой мы сейчас живем. Одна организация, которая хочет управлять всем миром. Нужно им что-то свое продвинуть и получить какую-то выгоду. Объявили пандемию, а ресурсов у них мы сами понимаем какое количество. И, пожалуйста, все должны плясать под удочку. И самое это страшное, что это идет в разрез с правами человека. Кто-то щелкнул пальчиками, что значит все, ребятушки, давайте. И с людьми можно делать практически все, что угодно. Вы только вдумайтесь, отмена верховенства прав человека при наступлении пандемических режимов. Но это ведь страшно, друзья мои, по-настоящему страшно. С этими пандемиями, с этой медициной все как будто с ума посходили. Медики лезут в политику, политика лезет в медицину, Всемирная Организация Здравоохранения хочет контролировать вообще все абсолютно. В том числе права, свободы человека. Из-за всех щелей вранье. И, кстати, о вранье сейчас тоже вам кое-что расскажу. Елена Малышева, которая так топит за российскую вакцину, полетела в Америку к внукам на День Благодарения. И все бы вот ничего. Америка, Америка и то, что недвижимость у Малышевой за границей, это другой вопрос. Но здесь знаете, что самое интересное? Малышева говорит, что она привита спутником Light. Но комичность заключается в том, что в Америку со спутником не пускают. Человек, который топит за спутник, оказался на другой стороне, так скажем, баррикад. Это очень похоже на ситуацию, когда борцы с коррупцией взятки берут. А Гинсбург здесь прокололся. Так он весь на стуле ерзает, везде заявления свои впихивает. Везде кричит, что спутник это вообще что-то с чем-то. Но здесь всплыло очередное вранье. Гинсбург заявил об эффективности спутника V против нового штамма COVID-19. Речь идет о новом штамме, который был обнаружен в Южной Африке. И только штамм появился, Гинсбург уже заявляет, что спутник эффективен. Но только вот, друзья мои, прокол заключается, знаете, в чем? Глава РФПИ заявил, что для исследования эффективности спутника против нового штамма Omicron нужно 3 недели. И вот опять же, друзья мои, смотрите, Гинсбург пытается быть буквально в каждой бочке с затычкой. Спутник этот весь везде проталкивает. И уже заявляет, что это чуть ли не самое лучшее от нового штамма. Но в то же время заявляют, что на эти исследования нужно 3 недели. Друзья мои, ну что это? Не вранье? Конечно же вранье. И дебилизм вокруг этой темы с ковидом достиг каких-то просто невероятнейших пределов. То, что сейчас происходит, не лезет вообще ни в какие рамки. А, друзья мои, а в Нижнем Тагиле что произошло? Ну это вообще просто-напросто бесчеловечно. В Нижнем Тагиле вахтер Дома культуры донес полиции на мужчину без маски опаснейшего преступника. Полиция приехала, мужчину скрутила. И несмотря на то, что у мужчины остался маленький ребенок, а на улице зима, и вы сейчас видите эти кадры, двухгодовалый ребенок один остался в машине, несмотря на это полицейские мужчину взяли и увезли. И пока мама не забрала ребенка, он пробыл в машине около часа. И вот посмотрите на этих бравых воинов. Стоят, пока ребенок плачет в машине один на улице зима. Стоят радостные, довольные, опасного преступника поймали. Друзья мои, во что превратилось наше общество? В актеры-доносчики. Полицейские становятся символами не закона, а почему-то наоборот. И это не просто слова, это действительно так и получается. Рядом с полицейскими мы, по идее, должны себя чувствовать в безопасности. А получается ровным счетом, да наоборот, когда видишь полицейских, невольно думаешь, хоть бы не загребли, хоть бы не докопались. Что не так, что ли? Многие люди просто-напросто на другую сторону дороги переходят, когда полицейских видят. Но это же ненормально. А на фоне пандемии полиция превратилась не в орган по обеспечению безопасности населения, а наоборот в карательный орган. Но вранье, друзья мои, оно не только вокруг ковидной темы. Им буквально пронизано абсолютно все. Абсолютно вся система этим пронизана. Помните, буквально недавно Путин говорил о том, что в России собран хороший урожай. Помните наверняка. И здесь поступила вот какая информация. Урожай зерна в России оказался фикцией. И вот о чем нам сообщил Интерфакс. Российский зерновой союз сомневается в корректности поступающих из регионов данных об уборке зерна. И не исключает приписок, заявил руководитель ассоциации Аркадий Злочевский. И вот действительно, куда ни плюнь, везде вранье, везде приписки, фикции, фальсификации, накрутки результатов каких-то. Зачем, почему? Неужели эти люди сами не понимают, что искажая картину, они в первую очередь делают хуже, но никак не лучше. Себе же хуже делают. И вот Путин говорит о том, что экономика восстановилась, о том, что доходы граждан повышаются, что граждане живут только лучше, что мы все преодолели, что мы все такие молодцы. Но вот почему-то все происходит ровным счетом да наоборот. В России на фоне кризиса и пандемии существенно снизилось потребление продуктов питания. Об этом рассказал глава Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Ранхикс Анатолий Тихонов. Пандемия все только усугубила. Падение доходов населения началось с 2014 года. В результате возник вопрос с экономической доступностью продуктов. Люди меньше зарабатывают. Продукты питания во всем мире растут. Снижается потребление продуктов питания. Все меньше граждан позволяет себе какие-то излишества. В некоторых семьях доля трат на продовольствие достигает выше 50%, что очень высоко. А в целом по стране в пределах 30%. Доходы населения падают и падают и падают. Когда треть дохода или 50% тем более дохода тратится на еду, это значит, друзья мои, только одно. Бедность. Но глава Минтруда заявляет, что в России оказывается рост зарплат имеется. И что он превышает 9%, что выше официального уровня инфляции. Фактически темп роста заработной платы в экономике несколько выше. Он превышает 9%. 9,3%. Соответственно, четко мы понимаем, что у нас происходит разрыв в рамках соотношения заработной платы в бюджетном секторе и экономическом. И, друзья мои, ведь у нас в стране достаточно большое количество людей смотрит телевизор и верит, и радуется, что доходы растут. Смотрит в кошелек, доходы вроде как бы не растут. Но по телевизору сказали, что растут. Значит, растут. Но от чему можно радоваться, когда речь идет о каких-то 9%. Инфляция, по официальным данным, около 4,5%. Но мы же с вами видим, как цены растут по-настоящему в магазинах. Я вот обещал вам, что буду давать дельные советы. И сегодня у меня есть для вас интересная информация. Настали темные времена. Гарри Поттер говорится в одноименном произведении. Но даже в самые темные времена нельзя опускать руки. А это значит, что пора осваивать новую профессию. Что если я скажу вам, что не тратя 4 года на университет, можно обучиться новой профессии абсолютно с нуля, без специальных навыков. Но, и это самое важное, при наличии желания. Есть интересная профессия, которая на данный момент дает широкие возможности по заработку. И ее не только дистанционно можно освоить, но еще и работать можно дистанционно. Интересно? Я говорю о профессии аналитик данных. Без аналитиков данных ни одна компания не обходится. Ведь результаты работы данного специалиста помогают понять, насколько эффективно работает бизнес и в каком направлении его следует развивать. Ценно? Конечно. Кто владеет информацией не то, чтобы миром владеет. Не в нашем случае. Но зарплатой в 100-150 тысяч владеет точно. И за это действительно готовы платить. И сегодня вы лично можете освоить эту профессию в школе Skill Factory. В настоящий момент это один из лидеров онлайн образования. Я перерыл все отзывы, которые в основном положительные. Отрицательные, конечно, тоже есть. Врать не стану. Но мы же с вами понимаем, что есть люди, которым вечно что-то да не нравится. Но все же, средняя оценка студентов 4,7 из 5. И это о чем-то говорит. В данном курсе много практики. Вы пройдете сотни упражнений, сделаете десятки проектов. Пройдете путь от Google таблицы до питона и создания дашбордов. Интересно то, что занятия ведут эксперты из Яндекса, Озона, ВКонтакте. И лично мне нравится, что с вами всегда на связи будет личный ментор. Ну или в простонародье наставник. Что обучаться можно в удобное время без отрыва от нынешней работы. Начинать с нулем знаний. Ну и конечно же, чтобы изменить что-то в жизни, нужно сделать первый шаг. А без этого друзья мои никак. И я сейчас никого не хочу убеждать. Зачем? Вы сами должны принимать решения. Сами должны отвечать за свою жизнь. Но от меня лично вы можете получить сюрприз. А сюрприз это скидка в 50% по промокоду HARDIN. Ссылочка будет в описании. После просмотра ролика вы сможете перейти по ней. Записаться на консультацию. Пообщаться со специалистом. И уже принять решение. И я лично буду очень рад, если эта информация кому-то действительно поможет. Освоить новую профессию. И выйти на другой уровень дохода. Ведь мы живем в те времена, когда сверху только репрессии. Что-то постоянно забирают. И в том числе я вам не могу не рассказать о страшной новости. Она заключается в том, что у жителей Красноярского края просто-напросто забирают последнее. Вот буквально вырывают из рук. Друзья мои, тоже прошу обратить на это внимание. Нельзя эту информацию замалчивать. В пятницу пришло такое уведомление, что мясо клеймить не видеть. Эта новость деревенских просто ошарашила. Без клейма мясо не продашь. А поставить его теперь можно только на бойне. Резать скот на своих подворьях людям запретили. Раньше жизнь строилась пусть и не просто, но понятно. Год коровы и свиньи нагуливали жирок. К зиме люди сами их забивали на вырученные деньги и жили. У нас как, вот человек умер, поросенка зарезали, вот они денежки, вот они этих там 20-30 тысяч, вот на похороны. А теперь и этого нельзя сделать будет человек. Ну ничего, у нас в деревне ничего не делается без хозяйства. У нас хозяйство кто не держит? Только вот такие вот алкаши и тунеядцы. Остальные нормальные люди, вот они все мужики собрались. Они не знают, они в недоумении, как дальше? Нам надо нанять машину, увезти туда, заплатить за машину, заплатить за убой и еще обрежут на мясокомбинате. Нам останется вообще ничего от этого всего. Капли останутся. И стоит это вообще держать, мы же на это все рассчитывали. Почему нас раньше не предупредили? Ближайшая бойня 50 километров, наш смех. Этими правилами бессильно негодуют люди, им просто бьют по рукам. Если траты на корм не возместить, держать коров станет просто невыгодно. Работы все лохнет, а без хозяйства на что жить? Отвечать перед толпой пришлось обычному ветеринару. И вот, друзья мои, о чем и речь-то идет. Власти одним ударом сразу трех зайцев. Во-первых, людей работы лишают, потому что сельское хозяйство на селе. Это чуть ли не единственное, на чем люди живут. Лишить людей, собственно, продукции хорошей, действительно качественной, не обколотой разными, вы сами знаете чем. Ну и третий заяц, это набитые карманы тех, кто сверху, которые, как я предполагаю, имеют свой интерес. Друзья, село просто уничтожается. Путин говорит о том, что развитие сел должно быть сельской местности, развитие сельских территорий. Какое развитие сельских территорий, когда у людей последние, последние крошки отбирают. Это не просто громкие слова, это действительно так и есть. И меня данная информация цепляет, потому что я сам деревенский житель, и я понимаю, что значит сельское хозяйство для людей. Мы живем в такой богатой ресурсами стране и живем бедно. У жителей на селе отбирают последние крошки. Сибиряки живут без газа, сибиряки живут без угля, пока уголь идет на экспорт. И, кстати, про экспорт я вам тоже этого не могу не рассказать. Алтайские села замерзают в прямом смысле этого слова. Сейчас не хотел ничего записывать, но вот и просто разрывает душу. В Локтевском районе нет угля. Зима там ощущается как минус 27. В Локтевском нет угля, а две недели назад на Яровом был страшный типиш. Все-таки, мне кажется, не готовы мы к стрижам, к дню города, к певцам, к каким-то крутым набережным, к каким-то супер паркам, если мы не можем просто обогреться зимой. Куда хайповать? Куда пафос такой? Надо за углем идти и чинить котлы, а не запускать стрижей, получается. Вот так вот мы греемся. Вот она в двойном получается. Теплым комбинезоне в теплых валенках. Друзья мои, вы представляете, люди вынуждены мерзнуть в Сибири. Сибирь, которая богата лесом была. Которая богата углем. И знаете, о чем сообщается? Предприниматели считают, что виной всему русский рез на топливо в Юго-Восточной Азии. Туда отправляют уголь из Кузбасса, Хакасии, Якутии. За рубежом его покупают по 230 долларов за тонну. И это намного выгоднее, чем продавать своим. Об этом заявил менеджер компании Тяга Сергей Крысанов. Тяга закупает топливо в Казахстане. И оно дешевле Кузбасского. Для снабжения Локтевского района. Но вся проблема в том, что в этом году угля просто нет. И местные пишут о том, что это напоминает о блокадных военных временах. Когда люди отапливали квартиры буржуйками. И жгли все, что могло гореть. Лишь бы не замерзнуть. Цитата. Хохотали над хохлами, а сами мерзнем. Об этом пишут местные. И это, друзья мои, при том, что президент делает какие-то громкие заявления о том, что у нас вот, что мы за народ власти. Депутаты все делают какие-то громкие заявления. Пытаются заботиться о гражданах. Заколоть буквально всех. Всех привить поголовно. В то же время, когда вот она. Вот так проявляется самая настоящая забота о гражданах. И какое после этого доверие. Какая после этого любовь к власти. И, друзья мои, хотел еще много всего интересного рассказать. Не забывайте подписаться на канал. Завтра расскажу еще много всего интересного. И об этом нельзя молчать. Пишите свое мнение в комментариях о происходящем. А с вами были новости с Антоном Хардиным. И я не прощаюсь. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...